Выбираем отставшую в росте ель. Видим, что она, в отличие от других, намного ниже. Естественно, у ней дальше жизнь прекратится. Пока она совсем не умерла, мы ее таким образом и срубим. И облегчим дальнейшее. И другие деревья тоже будут лучше расти, когда мы уберем больное. Дмитрий Кучеров лесник с 20-летним стажем. Работает в этом лесном хозяйстве уже полжизни. Рассказывает, сейчас техника для рубки новая и удобная. Но старый добрый топор никогда лишним не бывает. За день бригада вырубает до сотни деревьев. На продажу. Нужно прореживать. Через две, через три. В зависимости, какая отстала в росте. Ее надо в первую очередь убрать. Она уже жить не будет. Мы уже видим, она либо корявая, но в основном она ниже роста. В отличие от других елей. И таким образом мы их вырубаем по рядам. В этом хозяйстве растут только ели. Пихты, сосны и кедры не прижились. Сейчас по всей области идет заготовка деревьев к празднику. Лесники уже срубили порядка 20 тысяч. Одну елку позволили спилить и нашей съемочной группе. Специалисты лесного хозяйства позволили мне, дилетанту, немного поучаствовать в процессе. Вот под чутким руководством лесника Дмитрия сейчас попробую срубить небольшую ель. Вот такую елочку нам лесники позволили взять с собой. Теперь эта прекрасная, красивая ель будет стоять в редакции новостей ОТС. Самые массовые места вырубки деревьев – Маслянинские и Тогучинские районы. Также к нам в регион привезут еловые из соседних областей – порядка 20 тысяч. По видам заготовят примерно поровну – пихты, кедры и ели. Вреда природе нет. Вырубают только те деревья, которые мешают расти здоровым. Или вдоль дорог и линии электропередач. Тенденции к незаконной вырубке деревьев сейчас нет. Может, люди стали ответственнее относиться к природе. Но специалисты проверяют на всякий случай. Сегодня на территории Новосибирской области работает около 40 патрульных групп. Включая выходные дни, праздничные дни и включая темное время суток. Мы патрулируем те места, где наиболее уязвимые могут самовольно срубить хвойные молоденькие. Рисковать не стоит. Штраф за одну срубленную ель – 4 тысячи рублей. Для юридических лиц – сотни тысяч и уголовное преследование. Сегодня в лесное хозяйство приехал один из первых предпринимателей. Давно занимаемся, уже 5 лет. Цены приемные, хорошая ель. Детишек радует. 200 рублей в метр. В розницу на базаре елка высотой 1,5 метра обойдется в 300-400 рублей. Пихты дороже. Елочные базары начнут работать по всей области уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова